Девушки отдыхают 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 В экспедицию попала с целью проведения исследования на тему приготовления классических блюд в условиях вечной мерзлоты. Отлично управляется с продуктами. У нее сразу доступно в инвентаре кофе, хорошо бодрит и согревает, а также кулинарное мастерство. Умело используя остатки еды, она всегда получает питательный протеиновый коктейль, когда готовит пищу. У нее все по среднему, по статам, так что такой средний персонажик. Ну и третий у нас персонаж это Джеймс Абрамс. Джеймс опытный полярник в третьем поколении. Еще его дед покорял Арктику в составе первых экспедиций в страну ледяного ужаса. С обличами Джеймса десятки экспедиций, в которых он научился приспосабливаться к любым условиям. Обладает крепким телосложением и отлично переносит экстремально низкие температуры. У него морозостойкость. Песенаж легко переносит низкую температуру в кружес среды, а в куртке вообще почти не боится холода. Очень высокая сопротивляемость холоду, но очень низкие статы по ходьбе и бегу. Ну я считаю это, с одной стороны, это полезный персонаж, но в данном случае, если выбирать из кого-то из этих двоих, то я выберу, конечно, Кэрол Вудс. Потому что она приготовляет, при приготовлении пищи получаем мы еще дополнительный протеиновый коктейль. Это очень хорошо. Начинаем. Поехали. Ну что, поехали. Первым делом, чтобы сразу наши друзья не мерзли, надо будет их стащить в какое-нибудь помещение. Здесь сразу отапливается, есть электричество. Пока мешок с углем нам не доступен, потому что нам требуется лопат, у нас пока ничего этого нет. Давайте пусть начинают наши друзья обыскивать. Все по очереди. Авторы были вдохновлены фильмом «Нечто». Здесь, в общем, получается, на станции произошел какой-то феномен и появились всякие аномалии, которые убивают людей. Люди исчезают на станции. Но при этом нельзя спать. Если начинаешь спать, то у тебя аномалии появляются. Ну а если ты не спишь, то ты постепенно сходишь с ума. Это тоже плохо. Так что надо как-то балансировать между этим. Вот это везение. Похоже, это связка ключей от дверей базы. Еще бы знать, какой ключ к какой двери подходит. Так, ну давай, еще у нас тут последняя осталась тумбочка. Обыскиваем. Надо покинуть зону. Тут в демо-версии пока доступно три зоны. Потом уже выход к радиостанции и вызвать помощь требуется. Вот этот вот выход из станции. Каждый выход открывается по-своему. И вот нам надо бы с вами сейчас определить, что у нас здесь за способ. Я предлагаю первым делом нам с вами добежать до больнички, так сказать. И сейчас посмотрим, что нам здесь требуется для открытия. Ага. Возможно, требуется кодовый замок. Но тут надо успеть добежать. Пока они не замерзли. Отлично. Запертый инструментальный ящик. Так, у нас ничего здесь нет. Медицинский шкафчик. Так, ну давайте сходим к двери. Посмотрим, что требуется для него. Для того, чтобы подкрыть эту дверь. Так, это у нас, по-моему, инъекция адреналина. Выход из зоны. Что требуется? Давай, определяй быстренько. Запертый тут электронный замок, из которого вырваны провода. Можно срезать где-то провод на замену, и его можно будет открыть. Ага. То есть нам надо будет что-то здесь срезать. Где-то провод. Значит, надо его искать. Рабочий стол. Пользователь 143. Представляешь, вчера этот идиот-новобранец решил заправить генератор и залил в него всю канистру. Пользователь 83. Как так? Мы же вместе мы объясняли, что одной канистры хватает на три генератора. Топливо с такими полярниками не напасешься. Отправь его до бочки по морозу. Пусть наполняет канистрами. Так, что тут еще есть? Всякая полезная информация. А вот и нас про первую аномалию. Классификация аномальных явлений. Сфера антиматерии. Существо инопланетного происхождения, внешне напоминающее летающую черную дыру. Быстро левитирует, совершая хаотичные движения. Крайне негативно реагирует на сильные источники света. Питается тепловой энергией. В ходе экспериментов удалось установить, что сфера антиматерии способна за считанные секунды остудить растопленную печь. В жизненном цикле сфера генерирует особое излучение, которое воздействует на сотрудников, вызывая ускоренное утомление. Пока здесь у нас тоже получается закрыто, ничего нет, путь прегражден. Ну вот, в принципе, пусть пока наша подружка открывает с помощью ключей. А мы давайте с вами смотаемся, ну попытаемся посмотреть, что у нас, допустим, здесь вот тут вот, наверное, есть мастерской. Скорее всего, там инструменты очень много есть. Обычно там бывают лопаты и все остальное. Все это нам потребуется для дальнейшего выживания. Первая зона, она такая, знаете, самая легкая, потому что здесь все как бы есть отапливаемо, везде есть свет. Дальше уже пойдут сложности, очень большие сложности. Потому что, когда если ты не спишь, то у тебя появляются всякие эффекты бессонницы. Усталость, галлюцинации, проблемы со зрением, ну в общем, всего-всего дофига и больше. Игра очень сложная. Ну, в принципе, можно выжить, если просто пробежать сразу до выхода. О, отлично, мы порезались, прекрасно, блин, постепенно здоровье будет ухудшаться. Это плохо, это плохо. Так, у нас есть уже с вами ломик, но у нас пока еще нет с вами лопаты. Так, баночку нашел, отлично, пропитание. Нилые доски. Нам бы бинтик тогда получилось вспоминать срочно, потому что она сейчас у нас очень-очень сильно будет страдать. Здоровье будет просто улетучиваться на ура. Так, подожди, а что тут, пустой ящик? А, это ящик с углем, понятно. Хорошо, давай искать. Это таблетки, это причем хорошие таблетки, но нам нужен хороший бинтик. Чтобы вылечить порез. Это плохие таблетки. Таблетки лечат от отравления. Если, допустим, есть протухшую еду, то можно легко отравиться. Аптечка. Но аптечка, блин, к сожалению, от порезов она не лечит, что, естественно, очень странно, почему от порезов она не лечит. В принципе, мы здесь с вами закончили, поэтому я предлагаю нашу подружку куда-нибудь переправить. А в другое место, к сожалению, пока куртка только одна. Давай, наверное, я сейчас тебе перекину эту куртку. И ты у нас бежишь вот сюда открывать с помощью ключей. Так, ты у нас что, все? Давай, мешок с мусором. Блин, надо срочно искать бинты. Иначе она нас помрет. А, еще и доски я тут забыл. Ладно. Очень много надо инструментов. Надо топор, нужна лопата. Потому что для дальнейшего выживания надо будет все это уголь запастись углем обязательно. Углем, дровами. То есть, тут ящики можно рубить. Если у нас топор как раз у нас уже есть. Но я бы хотел найти все-таки, блин, бинт. Отмычка. Тоже вещь полезная, пригодится. Еще отмычка. Хорошие доски, кстати. Ну и все. Она, в принципе, уже открыла почти замок. Так, ты давай пока иди руби. А ты заходи сюда у нас. Так, надо будет сейчас отключить питание. Здесь мы с вами возьмем провода. Плохо то, что она замерзает. Откусывай. Откусывай, быстрее откусывай. Отлично. У нас есть провода. В принципе, мы можем уже выбраться. Выбраться, выбраться, выбраться. Здесь ничего нет. Я предлагаю нам сейчас быстренько сюда сбежать, согреться. А потом уже откроем мы с вами ворота. Ворота для побега. Так, здесь ничего. Давай сюда. Тут тоже пусто. Что? Ага. Дверь закрыта. Давай вот ломиком используем. Использую ломик. Так, пусть согревается. Надеюсь, здесь есть хоть что-то полезное. Ну, полезного вообще ничего нет. При этом у нас с вами нет лопаты, к сожалению. А, нет, лопату у нас есть. А если у нас есть лопата, то я предлагаю нам смотаться и забрать уголь. Потому что здесь мы, в принципе, все закончили. А, здесь пока тоже, наверное, ты не будешь это открывать. Потому что наш друг придет и будет забирать уголь. Плюс еще рубить дрова. Я предлагаю сейчас тебе сюда смотаться, открыть дверь. У нас и бодрость заканчивается. Надо будет тогда нам сейчас до кухни добежать. Собрать припасы поискать. Плюс еще приготовить. Давай, 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 давай. Отлично собирает уголь. Молодец, красавчик. Давай, собирай. Долго, долго, мать. Долго. Так, ты у нас все уже собрал. Давай тогда бегом сюда. Используй, наверное, отмычку. Так, кухня у нас, в принципе, получается как раз вот-вот здесь. Но я думаю, она у нас не добежит. Надо будет где-нибудь потом дать возможность согреться. Согреваться у нас будет вот здесь. Сейчас, у нас почти закончила. Уже блин, у нас отлично. У нас двое с порезами. Просто прекрасно. У обоих кровотечение. И это плохо. Так, отлично. Открыла дверь. Молодец. Открывает. Вот тут нужен бинтик. Надеюсь, будет бинтик. И бинтик дадим тогда ей. Иначе она помрет слишком раньше. Очень рано. Этого не хочется мне делать. Я все-таки хочу спасти двоих. По крайней мере, постараться. Ну, дай мне бинтик. Отдай мне бинтик срочно. Отлично, спасибо. Так, давайте лечить ее. Ну и плюс, наверное, использовать, блин, аптечку. Потому что здоровье ее не очень хреновое. Можно, в принципе, пробовать использовать грязные бинты, если я их найду. Но я пока их даже не находил. Давай. А, здоровье подправили. Так что, в принципе, нормально. Так, хорошо. Давай тогда тебя сюда. Да, блин. Давай, 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 давай. Быстренько. Быстренько на кухню. А ты бегом сюда. Собирать. Уголь очень пригодится нам с вами. В следующей зоне. Так, добежали. Ух ты. Ладно. Использую лом. Хотя, это плохо. Надо было, чтобы... Наш парень лучше взломал. Инструменты работают дольше. Так, еще ящик давай ломай. Вот батончик. Давайте мы сейчас... А, пора тебе давать батончик. Да, я понял. А то иначе у тебя сейчас появятся... Вредные факторы. Ну что, получается, сейчас ему давать кофе. Я не хочу, чтобы он у нас сейчас тут спал. Чтобы появились вредные факторы. Ну и придется... Тебя, наверное, сейчас сюда оттащить. Ты пока можешь приготовить, но не сейчас. Давай сначала все обыщем. Потом посмотрим, что у нас с готовкой. Отличный стеллаж с коробками. Холодильник, холодильник, морозильник. Отлично. Чем больше мы найдем пропитания, тем лучше. Еще бы хотя бы найти нам с вами бинтик. Пусть даже грязный. Но нашего друга надо лечить, иначе он помрет. Точельный камень. Это все для ремонта инструментов. Инструменты ломаются. Некоторые, кстати, можно чинить. Некоторые чинить, к сожалению, нельзя. Ну, такие как отмычка, допустим. Так, есть куртка. Одевай. Бодрость пока нормальна. Опять сгнившая еда. Использую отмычку. Еще батончик нашли. Батончик это хорошо. Это все можно будет сейчас приготовить. Готовить будем в самом конце. Отлично. Есть грязный бинтик. Попробуем с вами убрать кровотечение. Но риск очень есть большой. Во-первых, это может не помочь. И здоровье упадет еще ниже. Не помогло. Здоровье упало еще ниже. Плохо. Так, давай теперь сюда смотаемся. Посмотрим, что здесь. Да-да-да, друзья, плохо. Что у нас на доске, кстати. Инструкция. Печь бытовая, модель R01. Для оптимальной работы печи рекомендуется использовать угольное топливо. В данной модели предусмотрены методы заправки досками. А также возможно использование для сжигания мусора. Так, давай, наверное, использую отмычку. Здесь есть мусор. Ну, в общем, бинтов, получается, нет. Сломался инструмент. Давай еще раз отмычку. Так, здесь мы, в принципе, все. Поэтому давай, готовь. Первым делом кофе, наверное. Спать пока мы не будем. Все-таки надеюсь я найти бинты. Эти твари пожирают людей. Люди просто ложатся спать и пропадают. А мы с мужиками стараемся не спать. Надеюсь, что это поможет. Ну, это помогает, конечно, не очень. Так, ну, наше здоровье вообще упадет низко. Поэтому я предлагаю использовать нам все-таки аптечку. Как бы это прискорбно не звучало, но придется использовать. И еще искать бинты. Давай, 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 успей. Готовим дальше. Пока она готовит, давай... Ага, давай отмычку туда использовать. Здесь завал, блин. Тут отмычка. И надеюсь, там хоть что-то полезное. Иначе и все это зря. Ну, вот сюда уже зря получается. Однозначно. Еще готовь. Бодрость у всех на минимуме. Это очень плохо. Но мы с вами постараемся поспать. Сейчас на ту сундусь наготовит. Так, надеюсь, что-то есть полезное. В итоге ничего. Только зря мы с вами потратили энергию. Это плохо. Это меня абсолютно не радует. Ну ладно, в принципе, давай, жри. У нас есть что поесть. Так, я предлагаю выпить нам с вами еще вот этого. Кофеек, конечно, лучше пока оставить. Отлично. Немножко есть бодрости. Сейчас тоже ей дадим водрость немножечко, чтобы она нас до конца доготовила. И потом еще поела вдобавок. Давай, 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 мать. Отлично. Немножечко есть бодрячка. Это съешь. Ну и под конец в этой зоне мы с вами все-таки поспим. Наберемся бодрости с помощью сна. Ну, для начала надо будет все доготовить до конца. Надеюсь, нам хватит с вами электричества. Ну, топлива точно хватит. Тепла, а вот электричество. Я не буду рубить там доски. Потому что, я думаю, в принципе, нам и столько хватит, чтобы выжить. Но вот то, что мы с вами не нашли бинтов, вот это плохо. Это очень плохо, потому что он все равно будет умирать. А лечить мне уже его, к сожалению, нечем. Да-да, мать, сейчас будете спать. Сейчас-сейчас. Сейчас все лежите спать у меня. Выспитесь, как говорится, на полную катушку. Ну, и давай бегом сюда. Здесь есть три аномалии. Это вот черная, типа, дыра, да. Потом холодная такая аномалия, типа, льда. И электрическая аномалия. Вот пока в доме, в помещении горит свет и есть тепло, аномалия черной дыры и аномалия холода, они не смогут сюда попасть. Но вот, к сожалению, аномалия электричества, электрическая аномалия, она попадает спокойно. Ей все это не мешает. Я вот боюсь, что у меня как раз сейчас закончится электричество. И это плохо. У нас, в принципе, дает возможность выспаться, и пока аномалии не появляются сразу. Но со второго раза спать, лечь, то уже аномалии появятся. Да, я предлагаю им с вами все-таки подбавить топливо. Что у нас имеется? Бинтиков, к сожалению, нету. Это плохо. Ну и сейчас еще энергетический батончик протеиновый и кофе. Плюс еще протеиновые напитки. Я думаю, нам, в принципе, хватит. Главное сейчас хотя бы пинты какие-нибудь найти. Но здесь мы уже не найдем, мы уже будем с вами искать уже в следующей зоне. Сейчас главное... Ага, аномалии появились. Вот они, аномалии. Это у нас боец яркого света. Вот как раз сейчас у нас свет тут кончится. И будет же. А, в принципе, пусть. Пусть, пусть. Сейчас у нас пусть даже потухнет свет. Они сюда зайдут. Нет, нет, нет. Пусть потухнет свет. Пусть они обе залетят сюда. Так, давай ложись еще спать. Мне нужна бодрость твоя на максимуме. Вот, 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 вот. Пошла, пошла, пошла жара. Прошла. Давай, давай, давай. Залетайте, ну. В помещении давайте залетайте. Я вас жду. Одна есть, вторая есть. Заправляй. Заправляй, 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 заправляй. Давай. Нужен срочный свет. И они сейчас здесь помрут сразу. Все три аномалии. Оба-на. Одна успела, да? Ах, вы засранцы. Улетели. Не успел. Ну ладно. Тогда поспите еще. Главное, чтобы не появились электрических аномалий. Плохо, плохо то, что наш друг сейчас помрет. Реально помрет. Сытость. Я вот даже не знаю, стоит ли на тебя тратить припасы какие-нибудь. Давай, вон, тухлую еду съешь. Потом таблетками подлечится у меня. От отравления. Отлично. Вот она, электрическая аномалия. К сожалению, она может спокойно залететь. Мать, давай быстрее высыпайся уже. Пожалуйста. Надо отсюда валить. Так, ешь конфеты тогда. Нам пора отсюда валить. Слышишь, мать? Давай, бодрость свою. Отлично. Проснулись. К сожалению, нельзя выбирать двоих персонажей. Блин, это очень неудобно. Так, ты что-нибудь у нас съешь? Более питательное. Ну и давайте отмечать, значит, пока... Блин. Пока ты ешь. Бегом сюда, бегом сюда. Обоим сразу сюда бежать. Так, бодрость падает. А, они пытаются нас догнать. Они пытаются нас догнать. Бегом, 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 бегом. Бегом на выход. В этой зоне мы с вами закончили. Очень тяжелое выживание. Очень тяжелое. Потому что таких вот бинтов я больше не встречал. То есть здесь попадается одна нормальная таблетка и один нормальный бинт. Все, дальше пойдет всякое говно. Хорошо. Закрытые двери есть. Это плохо. Что у нас там с побегом? Понятно, надо бы завести снегоуборочную технику, но для начала надо сейчас сюда. А что ты... Давай, бегом сюда. Помещение. Надо искать возможности нам с вами сейчас здесь затопить. Плюс ко всему тепла здесь не будет до тех пор, пока не будут закрыты все окна и двери. Ну вот пока я, к сожалению, здесь не вижу открытых окон. В принципе, это хорошо. Так, первым делом тепло давай. Уголь. Потом свет. Когда нет света, они с фонариками бегают и они даже не бегают, они ходят по зданию, боятся всего. Сейчас посмотрим. Вроде я тут не видел никаких открытых окон. То есть сейчас... Да, тепло есть, все отлично. Так, иди заправляй, а ты давай смотри, что у нас здесь есть вообще полезного. Тут вот пока ничего полезного нет. Надо бинтики срочно искать. Хоть грязные, хоть какие, но бинтики нужны. Так, давай, смотри, сервант. В итоге только один сервант здесь есть, да? Вообще прекрасно. Ну, в общем, наш друг умирает, это однозначно. Тут ничего нет, ничего нет. Вообще ничего нет. Ни бинтов, ничего, это плохо. И тут ничего нет. И у меня такое чувство, сейчас мы тут откроем, и тут тоже ничего не будет. Тоже плохо. Все, он, в принципе, помирает. Он помирает, лечить у меня, к сожалению, его нечем. Бинтов нет. Есть, конечно, у нас ампула с адреналином. Мы можем его воскрешить. Отлично, еще и лопатца ломалась. Прекрасно, молодец. Вообще, крусавчик. Ну, давай под свои, конец своих сил. Адреналин, конечно, он подлечит, даст полное здоровье, но рана по рестам не уйдет. Надо по-любому искать бинты. Хоть грязный, хоть какой-то бинт найти, но попробовать вернуть ему здоровечко. этот порез от него избавится. К сожалению, вот эти грязные бинты не дают 100% шанса. 50, как говорится, на 50. Давай, качай. Так, он опять здоровый, но, к сожалению, только наполовину. Бинтики нужны, блин, бинтики. давай тогда, пока ты пойдешь сюда у нас. Нет, использую, наверное, отмычку. Она вот сейчас здесь докопает. Надеюсь, там будет что-то полезное. Серьезно, бинты нужны, блин, а бинтов нет. Что-то как-то у меня бинты чаще выпадали, хотя бы грязные. А тут даже грязных не выпадает. Нет, здесь только одни кровати и больше здесь ничего абсолютно нет. Здесь только можно будет выспаться. Это плохо. Это плохо. Тогда давай, ты у нас пойдешь сейчас сюда, выяснишь, что требуется заправить нам с вами. Ну, зайди ты, ну. Лопата сломалась, так что будем заправлять досками. Вот оно, окно. Я уже вижу. Так, и давай смотри. Типа, надо завал. Грейдер использовать, но грейдер разряжен, аккумулятор. Отлично. Так, ну и мать, тебя, наверное, сюда же надо будет отправить. Но тепла все равно нет. Я вот еще вижу два окна, откуда уходит тепло. Хотя она сама, наверное, закроет. Да ладно уже. Так, давай ищи. так, пошло тепло, пошло тепло, хорошо. Бинтики, 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 давайте, есть лопата, отлично. Еще доскам. Придется нашей подружке одной выживать. лом, изолента. Ящик с углем, вот канисту можно, в принципе, заправить, а то у нас кончится она. Отлично, есть куртка, более лучшая. Лапша, быстрое приготовление. Так, собирай давай уголь. Так, тут ничего, давай сюда. Еще уголь. Это все можно только сломать. Нам нужно с вами зарядить аккумулятор и сваливать отсюда вообще, по идее. В следующую зону. можно, будет починить свою лопату, которая у нас имеется. Почему бы и нет. Картофель, это все пропитание, это все хорошо. Мне нужны хотя бы одни бинты. здесь ничего такого вообще нет, по минимуму. Обычная пила. Канистра с топливом. Так, попробуем починить вот эту вот лопату. Лопата пригодится. ремонтировать у нас благо есть чем. Хорошо. Да, все, друг наш умирает. К сожалению, мне нечем тебя лечить. Тут только вариант, если что-то есть в этих помещениях, в домиках. Но я предлагаю нам первым делом сейчас во-первых поставить тебе более теплую куртку, во-вторых с помощью лома открывай двери, потому что надо сейчас зарядить аккумулятор. Аккумулятор заряжается очень долго. Возможно мы с вами успеем найти бинт. А, хотя бинты уже бесполезны. Искать нужна адреналин. Ампула с адреналином. У нас к сожалению ничего такого нет и вряд ли мы сможем его оживить. Очень плохо, очень плохо, что не хватает бинтов. Не знаю, сколько раз проходил, пытался пройти дамовер, что я очень много раз умирал. И бинты у меня даже грязные попадало, но была куча. Так же, как испорченные таблетки куча была, так же, как была куча бинтов грязных. Здесь же почему-то с этим проблемы возникли, серьезные. Я не могу ничего сделать, абсолютно. Я могу только его таскать, а какой смысл его таскать, когда у меня нет адреналином. Я его уже потратил. Так, ну давайте, наверное, заправим. Здесь вроде все закрыто. Здесь вроде бы тоже все закрыто. А, нет, вот разбитое окно, к сожалению, я вижу. Ну, хотя бы, возможно, выживет только одна. Да, тепла нет, я вижу, где, откуда, что уходит. Сейчас нас забрает, потому что, иначе, это будет проблема у нас с вами. Сейчас, подожди, подожди. Кофеек. Давайте дадим ей кофеек, пусть взбодрится. и давай сюда быстренько. Надо будет сейчас доделать золотую там с вами дырку эту несчастную и согреваться. Согреваться, согреваться и смотреть, что у нас тут еще есть. Ну, по идее, тепло должно попереть уже, нет? Да, поперло тепло. Картотека, что у нас здесь имеется? Очень полезная информация, надо все всегда читать. Классификация нормальных явлений, электрическая сфера, инопланетное существо, внешне напоминающее сноб искр. Живое короткое замыкание, быстро левитирует, движется хаотично, крайне агрессивно, ломает все, с чем контактирует. На тестовом стенде за 10 минут сфера разрушила три печи, шесть генераторов класса B12, три электрических плиты и 20 ящиков. Тесты показывают, нахождение сотрудников рядом со сферой опасно для жизни. Да, она все ломает, гадина такая, абсолютно все ломает. Так, ну хотя бы согрелось. Классификация нормальных явлений ледяная сфера, инопланетное существо, внешне напоминающее ледяной сгусток, быстро левитирует, совершая хаотичные движения, негативно реагирует на тепловые волны, не выносит нахождения в областях с температурой более 40 градусов, поглощает горючее топливо, способно быстро обесточить здание, что было успешно доказано на тестовом стенде. Мы также продолжаем изучать последствия воздействия нормальных объектов на сотрудников базы, которые жаловались на ощущение холода вблизи ледяной сферы. Еще есть всякие записи, ничего полезного пока здесь нет, да? Отсчет медблока. Безумные сотрудники жалуются на невероятно разнообразный перечень симптомов. Нам не приходилось раньше с таким сталкиваться, а работник пункта связи номер 4 Джонсон, пребывая в состоянии безумия, съел консервную банку. Жесть какая. В общем, получается, они нашли эти аномалии, начали их изучать, и у них тут произошел какой-то сбой. На текущий момент не удалось достоверно понять, от чего зависит процесс материализации аномальных объектов инопланетного происхождения. Самая весомая гипотеза поставлена на рассмотрение доктором Ишимурой. По его данным, материализация происходит в условиях высокой концентрации дельтоволн, которые спускают мозг человек в состоянии глубокого сна. В общем, спать нельзя, это однозначно. Заправим. Канистры свои, и вперед. Как раз у нас, думаю, у нас там заряется аккумулятор полностью. Спасибо, грязные бинты вовремя, конечно, пришли у нас. Очень вовремя. Дайте лучше нам туда адреналитчик. Нет, куртка уже не потребуется. Куртка уже по-любому не потребуется. Здесь все равно еще пока в демо-версии очень много багов, потому что один раз у меня умер персонаж, и, к сожалению, вторым я не мог открыть инвентарь. То есть я не мог и покормить персонажа, вылечить персонажа, соответственно, он просто мне взял и помер. Но эта демо-версия, это, в принципе, нормально. Играта еще не вышла официально. Отмычка. Ну, давай используем отмычку. Хочется кушать. Все. Главный герой умер в-то. Первый. Сейчас посмотрим. Нет, я могу залезть в инвентарь. Все, отлично. Надо использовать другую отмычку. Пистолет. Да, здесь тоже есть оружие. Это, в принципе, хорошо. Пожрать. В принципе, можем поесть. Почему бы и нет. сгнившая еда, но мы, в принципе, уже есть не можем, потому что у нас таблеток есть нормально. есть испорченные. они, конечно, могут излечить отравление, но тоже шанс такие 50 на 50. А птички у нас тоже нет. Поэтому тут вопрос спорный, как лучше делать. Ну вот, поперли грязные бинты, их, конечно, не хватало. Сейчас смысла тоже от них нет никакого, если только наша героиня не поранится. Так, давай ешь пока протеиновый батончик, эти коктейли. Но я предлагаю нам тогда с вами еще зайти. А, первым делом посмотрим, возможно, уже... Да, аккумулятор зарядился, я предлагаю нам сейчас его забрать, поставить, расчистить себе проход и, возможно, давайте смотаемся мы еще разочек вот в это вот последнее здание. Может быть, там что-то будет полезное. Надо будет забрать аккумулятор заряженный прямиком к грейдеру. Отлично. Я думаю, мы с вами успеем расчистить проход. В принципе, наверное, сюда... А, наверное, тут все уже остыло. Да, тепла нет, генератор не работает. Отлично. Проход расчистили, молодцы. Молодцы, красавцы, но пока не убегаем. Пока не убегаем, давай бегом туда-сюда согреваться. Ну и хочется мне все-таки посмотреть, что у нас там в последнем помещении и плюс, наверное, попробовать еще лечь поспать. Бодрость поднять себе. Пусть, конечно, эти аномалии появятся, никуда от этого не денешься, но мы с вами уже открыли проход, так что, в принципе, страха никакого такого сильного нет. Мы от них по-любому избавимся. Поэтому я даже предлагаю, что нам с вами сделать. Первым делом это улучшить тепло, добавить еще топливо. Я могу понять, почему топливо не добавляется, да? Вот, спасибо. Добавляем топливо себе. Мы, в принципе, согреты, это хорошо. Что мы там сможем с вами сделать? Давайте, наверное, еще поедим вот этим вот коктейльчиком и бегом туда-сюда. Все-таки хочу сделать здесь проверочку помещения последнего. Мы, возможно, даже с вами не будем здесь затапливать. Только электричество сделаем, чтобы она быстрее бегала у нас с вами в помещении, искала все очень быстро, быстро, быстро. А можно, в принципе, заправить. Можно заправить такими дряхлыми досками. Ну, такими гнилыми. Их потребуется опять для того, чтобы затопить печь. Я думаю, в принципе, нам хватит. Смотрим. Вот я уже вижу открытое окно. Давай-давай-давай, мать. Старайся, старайся. Ты последняя выжившая, последняя надежда у нас с вами на выживание. Да, очень плохо, конечно, затопилось, но это, в принципе, хватает нам, чтобы обыскать. Отлично, давай бегом сюда. Да, тепло только, получается, у нас уходит именно вот здесь. Все, нормально. Сейчас должно, по идее, пойти тепло. Да, тепло пошло. Здесь только есть сломанная кровать, я не вижу смысла ее чинить. Мы здесь с вами спать не будем, мы здесь только с вами просто обыщем. Запертая дверь. Ну, давай, используй пломик. К сожалению, а нет, здесь есть что-то, шкафчик для одежды. Подожди, подожди с глазами. Терпи, осталось последнее помещение, здесь ничего нет, все, сваливаем тогда мы с вами сюда, здесь ляжем тогда поспать. Я даже предлагаю нам с вами поесть. Кстати, вот еще доска с вами у нас не изученная. Прямо сюда ее отправим. Чертовы светляки и летающие сферы, они свели с ума всю базу и поломали почти всю технику, но зону я отстоял. Некоторые из них боятся света, другие тепла, а треть электрические. Они дохнут, если пробуют съесть что-то, что хорошо поглощает их заряд. За два дня до пропажи Кристофер соорудил устройство контейнер. Это устройство нужно положить на пол или на землю, чтобы активировать и электросфера сдохнет, если попробует его поглотить. Жаль, у меня нет этого устройства с собой. Последние экземпляры оставались во второй зоне. Попробую сходить туда. Вот туда мы с вами отправимся, в следующую зону. Но сначала надо будет первым делом что-то перекусить и потом лечь спать. Все, давай. У нас, в принципе, есть еще батончик энергетический, он нам пригодится с вами в следующей зоне. А здесь надо сейчас нам выспаться. Выспаться, выспаться как можно быстрее. Так, отлично, появилась первая аномалия. Аномалия холода. Она сюда не зайдет. Может, у нас с вами есть тепло. Да, и, кстати, что он стал с канистрами? В принципе, можно будет заправить перед уходом канистру. Главное, чтобы не появилась еще никакая аномалия. Пока аномалия только одна. Это не так страшно. Так, две. Две аномалии холода. Ничего страшного там нет. Главное, чтобы не электрическая. Если только электрическая, сразу просыпаемся и валим. Потому что потом нам здесь будет больше делать нечего. Мы даже с вами ляжем еще спать. Вот она, электрическая появилась. Как только она будет заходить в помещение, сразу будем валить. А она по-любому будет сюда заходить. Все, валим. Валим, валим сюда, валим, покидаем зону, бегом сюда. Нет, 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 мать, уйди. Беги, беги, давай быстрей. Бегом, 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 бегом. Она поглощает генератор. Все, генератор сломала. Но я думаю, мы с вами успеем выбежать, покинуть зону, так сказать. Нас они не догонят. Ну что, в принципе, получается осталась последняя зона, третья. Всего в демо-версии три зоны. Все, покидаем. Хорошо. Ух ты, вот оно как. Я предлагаю вам сейчас посмотреть, что нам здесь требуется. Угу, тут надо будет найти три переключателя. Соответственно, надо будет понять, где они находятся эти переключатели. Есть оружейная. Давай в оружейную, но по крайней мере открыто. Возможно, здесь будет тепло. Вот тут придется бегать по всем помещениям абсолютно. Вот, я уже вижу первый переключатель, это хорошо. Первый переключатель, это уже хорошо. Хорошо. Надо еще два найти. И при этом успеть добежать до двери, потому что они на время. Если я не успею что-то где-то нажать, то это будет плохо. Так, лопату, наверное, можно будет, в принципе, пока не брать. Давай посмотрим, что у нас тут имеется. По идее, на карте отобразился тоже, да. Отлично. На карте этот переключатель отобразился. Составим потом план куда что бежать. Что там у нас с инструментами, с лопатой? Лопата скоро сломается, но у нас еще есть одна. Топор есть в куче хлама. Точильный камень. Мелые доски. Надо, блин, поесть уже. Я не буду брать с собой топор, потому что я не вижу смысла. У нас есть топор. И доски мы с вами пока не рубим, нам и так хватает. Вот, надеюсь, здесь будет что-то полезное. Отлично. Сломалась отмычка. Отмычка была последняя. И лом сломался. Серьезно. Просто прекрасно. По крайней мере, мы с вами открыли. И нашли лом. Замечательно. Лом пригодится для того, чтобы открывать двери вход в помещение по-быстрому. Ну, вот сразу видно, да, у него ломается предмет очень быстро. Аномалии, кстати, можно будет убивать с помощью пистолета, с помощью оружия. А вот и ловушечка для аномалий. Это хорошо. Мы, в принципе, с вами сможем выспаться, но у нас и так хватает возможности добавить себе бодрость с помощью протенок коктейлей, батончика, еще один пистолет. Нам нужно срочно искать выключатели. Еще два надо найти. Аптечка есть. Прекрасно. Это тоже хороший знак. Все-таки мы с вами выживем. Еще два патронных пистолета. Это замечательно. Надо предположить, где они должны и могут быть. Скорее всего, возможно, где-то вот здесь, вот в этой зоне. И, наверное, где-то вот здесь вот будет еще по переключателю. Но я предлагаю нам сейчас нашу подружку покормить, а то иначе она помрет у нас от голода. Пока она ест, давайте я предлагаю нам смотаться вот сюда. Отлично, поела. Молодец, пошли вперед. Надеюсь, мы с вами быстренько найдем выключатели. В принципе, мы можем покидать зону. Даже толком здесь не побегов. Главное только их найти. Так, ну здесь можно будет готовить, но сначала надо будет чинить, чинить печь. Так, отлично, есть второй. Давайте заправлять генератор. Я уже вижу, где будет открытое окно. Давайте заправлять сразу. Ох, ты, оно еще и сломанное. Это плохо. Это плохо. Ну ладно, мы сейчас быстренько залатаем. Серьезно? Стоять, стоять. Лопата сломалась, друзья. А, ты дровами топишь? Ну ладно. Ладно, топи дровами тогда. Бегом, 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 бегом. А, вот еще здесь есть открытое окно. Давай, я тебе ждал задания. Ты что, мать? Быстрей, быстрей. А то холод наступает. Ну и, в принципе, нормально. Все, тепло пошло. Здесь, братья, ничего не вижу. Здесь, в принципе, тоже ничего нет. Везде только поломанные печи. Ни одной, блин, печи целой нет. И продуктов питания здесь тоже нет. Но у нас есть возможность приготовить картофель. Ага. А есть ли смысл тратить свою энергию на это? Вот в чем вопрос. Так, давай, наверное, протеиновый коктейль выпей. Надо тогда посмотреть, куда мы с вами тогда дальше пойти и найти, чтобы третий выключатель, где примерно он будет находиться. Давайте попробуем только по открытым дверям. Может быть, в медблоке будет третий выключатель. Сейчас самое главное быстро найти выключатель. Все. Быстренько их нажимаем и валим отсюда. так, явно не здесь. так, его здесь нет. Его здесь нет, поэтому я не вижу нам здесь большего смысла находиться. давайте попробуем тогда... Нет, нам надо с вами согреться, начием мы помрем. Однозначно. Давай бегом сюда тогда. Чтобы где-то что-то открывать, надо согреться. бодрости пока нам хватит. Главное найти последний, последний выключатель. Так, брось вон еще вот в печку. И еще, наверное, генератор пополним, потому что, скорее всего, это у нас будет последний выключатель. Здесь будем его нажимать, поэтому здесь нужно, чтобы было и тепло, и свет. Так, что у нас там с лопатой? Лопата, в принципе, хватит взять еще мешок с углем. Хотя, угля хватает. Ладно. Попробуем давать все-таки, наверное, вот сюда смотаться. Может быть, здесь он имеется. очень много помещений, где, блин, придется, во-первых, вскрывать, во-вторых, неизвестно, где появится последний тумблер. Конечно, хотелось бы поскорее бы его найти, чтобы нам уже просто свалить. Серия будет долгая, так что пройдем свою демо-версию до конца. Так, здесь я не вижу ничего. И здесь, в принципе, тоже. Вот это чужеродный объект я трогать не буду, потому что, если его тронут, то можем получить вредный фактор. Блин, тут у нас завал. Тут у нас завал. Давай, давай, мать, бегом, 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 бегом. Надо быстро найти нам с вами последний, последний выключатель. Нет, давай лопатой. Руками это будет очень долго, но, конечно, у нас есть шанс, что мы сломаем с вами лопату. Это плохо. Но, в принципе, мы можем починить. Там у нас есть верстак, где можно починить лопаты. Главное, чтобы хватило у нас с вами досок. Сколько у нас есть? 10 нормальных досок, да, даже 17 нормальных досок. Это вполне хватает. Здесь лопаты прям отлично. Вот лопаты как раз нам тут и нужны. Но придется бежать обратно сюда, чтобы согреваться. Я не хочу, чтобы наша героиня еще заболела вдобавок. у нас, в принципе, есть аптечка, но лучше избегать всего вот этого. Все, 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 согревайся, 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 согревайся. Все нормально, не очкуй. Все сможем, все сделаем. Сейчас как только согреется. Давайте мы, наверное, сейчас ее покормим еще вдобавок. Что бы нет-то? Пусть поест. Мы даже ей еще и бодрячка добавим. Батончик пусть есть протеиновый. Вот одно это выживает-то проще. А вот когда вдвоем, это посложнее. А когда троем, это вообще будет перепец, как сложно. Так, все согрелось, давай бегаем сюда. Сколько у нас там канистры? Канистра последняя заправочка. Это плохо. Надо пополнять, получается, мы с вами, я не помню, здесь есть? Нет, здесь нет канистры. Вот такая вот есть канистра красная, где можно восполнить. Давай, 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 мать. чинем лопатку. Отлично, молодец, вторую тоже, давай. Так, что у нас здесь получается есть? я, наверное, сейчас зря что-то ищу. Да, не буду это на это тратить свое время и силы. Давай бегаем сюда. Нам нужно найти свой последний рубильник, последний. сейчас мы быстренько докопаем. рубильник. Так, давай сюда. Я тут, в принципе, вижу уже открыто окно. так, и я нашел рубильник. Все, друзья, рубильник мы с вами нашли. Давай, нажимай. Все, пошло время. Пошло время. Бегом туда-сюда этот рубильник нажимать. Здесь, конечно, мы не согреемся, но, по крайней мере, здесь есть электричество. Давай, мать, быстрей. Хочешь жить? Беги быстрей. Так, что у нас тут с рубильником? Ой, я даже не знаю. Мне кажется, у нас с вами не хватит возможности успеть нажать все три. Прекрасно. Давай, мать, быстрей, быстрей. Нам надо успеть. Нет, все, он, к сожалению, уже... А вот здесь получается загвоздка, в том плане, что она не выживет тогда. тут надо только вдвоем нажимать все эти рубильники. К сожалению, да. Она физически не успеет. нажимает... Да, надо нажимать третий, а до третьего еще... Ого! Бежать и бежать, но не успевает. Не успевает нажать все рубильники. Это, как говорится, не в ее силах. Да. Как говорится, не получится с ней выжить именно в этом плане. Вот здесь как раз нужно два персонажа. Два. Очень далеко находятся рубильники, очень далеко. Я думал, я смогу успеть нажать все три, но, к сожалению, этого сделать невозможно. Она просто не успеет. Можем, конечно, попытаться здесь заправить электричество, но толку какой смысл? Канистры все пустые. Очень много открытых окон, очень много. Надеюсь, что не просто открытые. Отлично, запертая дверь. Использую лон. Все тепло пошло. Это хорошо. Но плохо то, что она не успевает это сделать. Бегом сюда. Бегом, 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 бегом. Это тогда сложно, в плане, что если нет возможности одной нажать все три, то это плохо. То есть, разработчики даже не дают возможность выжить в одного. Да, обидненько, печальненько, прискорбно. Но это у нас с вами последняя попытка. Если ничего не получится, тогда закончим на этом, потому что я дальше просто не вижу смысла. Мы, в принципе, почти уже выжили. Почти. То есть, самое главное сейчас успеть нажать все три. но он этого сделать не успеет, потому что, блин, тут уже все. Да, это просто физически невозможно сделать. К сожалению, но это физически сделать невозможно. В итоге уже два потухших, сейчас еще загорится, толку никакого не будет. Не успевает. Далековато находятся рубильники, очень далековато. Если бы хотя бы третий был бы поближе, то мы бы с вами смогли что-либо сделать. Но здесь, к сожалению, мы ничего сделать не успеваем. Ладно, дорогие друзья, вот такая, в принципе, у нас выживалочка. Надеюсь, если вам понравилось, напишите о том в комментариях, поставьте лайки под этим роликом, не забывайте подписываться на канал, если вы впервые на канале. Ну и будем ждать официального выхода игры. Так что будем ждать официального выхода игры. Всем удачи, всем пока.